Судебное заседание Судебное заседание Судебное заседание Судебное заседание Было запрошено судом Какие работы проводились По моей просьбе Мой доверитель сделал фотографии То что отремонтировано С собственными силами И то что у них до сих пор в плохом состоянии Значит, у меня вот Один гигабайт флешка Здесь моя переписка с ней на эту тему И те фотографии, которые она мне сбросила Это картридер, мы в суде на заседание посмотрим, потом я картридер заберу, а флешки на деньги загибает материал, дело прошу приобщить. Вы именно флеш-носитель просите приобщить? Да. Либо скачать на какое-то источник, другое, чтобы дело приобщить. Так, ну хорошо, пожалуйста, мнение представителей, представитель отлично, извините. Менея третьего лица представителя. На ваше усмотрение, пожалуйста. Так, ну давайте мы сейчас возьмем у вас вот этот флеш-носитель, картридер, и в дальнейшем, после обозрения в судебном заседании фотоматериалов и видео, какие материалы имеются, суд уже будет разрешать вопрос о приобщении в ходе судебного разбирательства будем обозревать. Хорошо, у представителей ответчика какие-то имеются? Представители третьего лица? Нет, это уже обзор. Разрешается вопрос о возможности начать рассмотрения дела по существу. Нет возражений? Нет. Нет. Суд определил начать рассмотрение дела по существу. Суд обратился к Суцинскому, указав, что является собственником квартиры 5, расположенной по адресу Мурманского, город Мурманск, город Соседово, ном 24, квартира 5. Согласно акту о залитии 22.08.2022 произошло залитие у квартиры выше расположенной квартиры 9, причина залития не связана с неисправностью общедомового имящества. Суцинскому было организовано проведение независимой экспертизы. Стоимость ремонтно-остановительных работ составляет 279.832 рубля. Местец просит взыскать с ответчиков в свою пользу ущерб в размере 279.832 рубля. Судебные расходы по оплате заключения 23.000 рубля и 10.000 рубля. Расходы по оплате юридических услуг и расходы по оплате государственной кошки на 5.998 рубля. В предыдущем судебном заседании у нас в качестве третьего лица была привлечена управляющая компания у Каунордсервис и также сторонам предлагалось мирным путем разрешить данный спор. Судя по всему, к мировому соглашению не пришли стороны, да? Не получилось. Не получилось. По сумме не определились? Да, тут вообще я так понимаю, кто же делал в принципе, что ли. Потому что моя доверенность тоже говорит о том, что вот в области это все произошло. Ее, скажем так, бывший супруг все отремонтировал, да, все, что там подлежало ремонту, и все, что поручил денежные средства, у меня претензий никаких не было. Ни по объему, ни... Поручил денежные средства? Да. Ну, на ту сумму, на которую она была согласна, я так понимаю, на которую они сами определили. По-моему, там, какой-то ущерб, по-моему, за что еще. И ни по объему, ни по качеству работы у нее претензий не было. А в марте, да, вот смотрите, сентябрь, да, через 50-50 года, она обращается к эксперту и говорит о том, что ее заливали. И причем смету включает опять те же самые работы, которые уже были произведены. И эксперт дефектной ведомости указывает о том, что это все подлежит ремонту. То есть я так понимаю, что, может, уже не действия моей доверенности повторно опрещены. Поэтому, да, пусть они не оставили этот вопрос. То есть вы хотите сказать, что, возможно, имелось еще какое-то последующее залитие? Ну, она больше их не заливала. Это было единственный раз. Вот они вселились сюда, вот, не так давно, да, в 20-м, чтобы, году. И вот в 22-м году это произошло один-единственный раз. У других таких случаев не было. Ну, хорошо, присаживайтесь. Суд понимает, что не достигли у нас в форме мирового соглашения. Так, пожалуйста, какие-то дополнения, помимо тех, которые были озвучены в предыдущем судебном заседании, у представителей ОСЦА имеются? Нет, не имеются. Так, скажите, пожалуйста, вот этот акт приемки выполненных работ по ремонту квартиры, которые у нас имеются в материалах дела, переданные стороной ответчика. Оспаривает ли истец, что какие-то работы производились и денежные средства передавались? Уважаемый суд, нет, не оспаривает данное событие, это зафиксировано. Более того, истец в судебном заседании подтвердил данный факт, что были у них там много различных, скажем так, договоренностей, обещаний, но в связи с тем, что они не были выполнены, в итоге они ни о чем не договорились, и она вынуждена была обратиться в суд, обратиться в экспертную организацию, чтобы сделали оценку. Да, некий человек, сожитель, я так понимаю, владельца квартиры сверху, делал вот эти вот какие-то работы, то есть таким образом пытался минимизировать тот ущерб, который был причинен. Ну, естественно, это было сделано только в рамках вот какой-то там вот комнаты, где клеились обои. Ну, конкретно вот эти работы, которые производились, поклейка обоев в малой комнате, покраска потолка в малой комнате, не оспаривается? Нет, акт подписан, а не оспаривается. Хорошо, а сейчас, на сегодняшний день, в каком состоянии квартиры истца? А вот как раз на флешке я попросил... Ну, вы пока на словах, скажите, производились ли какие-то ремонтные работы силами истца? Насколько мне известно, естественно, в порядок было приведено, ну, после потопа, понятно, там, что ли подлинули, там, вода, вот это все просушивалось, все это делалось. Просушивалось это одно, а ремонтные работы как-то? Да, нет, не делалось, то есть в фотографиях видно, что там, а также потолки не покрашены, то есть вот эти пятна, обои отклеены, там, помощенные и тому подобное. Единственное, там, вот фотографию она скинула, я так понимаю, как раз в ту комнату, где были поклеены обои. Все, больше ничего не было. Вот это и малые комнаты, да? Да, да, да. Так, хорошо, пожалуйста, вопрос, вы представите, вы из цели имеется? Тогда объясните, пожалуйста, почему эксперт, который осматривал паркировку, включил дефект на ведомости, он, что они не переставили в комнате, тоже. Ну, я в данном случае не могу повеснить за эксперт, а почему отключил его. Да, он оказал конкретно смену обоев улучшения, которые были подлеены. Сперт, я так понимаю, делал общую оценку, исходя из того ущерба, который был причинен, он не брал во внимание, ну, проводились там какие-то исправления третьими силами, там, собственными силами, то есть это не имеет отношения к экспертаменту. То есть, правильно он понимает, что он брал во внимание только акт? И не учитывал фактический осмотр и проведенные какие-то ремонтные работы? Есть ли необходимость проведения ремонтных работ по отдельным каким-то элементам? Жанна Сутина, сейчас еще раз повторюсь, я не эксперт, я не участвовал в экспертизе. Я могу только предположить, я могу предположить, что ему была предоставлена соответствующая информация о залите, ну, видимо, фотографии, там, еще, я не знаю, выезжал он на место, не выезжал. Я знаю, что экспертиза может делаться дистанционно, по фотографиям, то есть выезд необязательно. То есть он просто оценивал тот объем ущерба, ту сумму, которую необходимо для восстановления, и не брал во внимание, так понимаю, работы, которые производились владельцами этой квартиры, либо с привлечением третьих лиц, то есть он просто оценил тот ущерб. Я предполагаю, что нужно, да, исключить из общей вот этой суммы, 200, там, сколько-то там, тысяч, вот эту вот сумму, на которой был произведен ремонт с помощью вот этого сожителя. Как бы я это не исключаю. Ну, скорее всего, эксперт это, естественно, не учитывал, потому что он не мог знать, и он не должен был знать, какие работы проводились. Его задача оценить тот ущерб, который был причинен. Ну, смотрите, ну, не оскоривая ваша доверительница о том, что был составлен на какие-то работы предназначены, и где стороны, ну, подписав это так, да, они указали о том, что никто, ну, то есть она не имеет претензии фактические. Не, конечно, не, самое важное, не по объему выполненных работ. Они исходили из того, что ремонт, ну, делался на квартире, который требовался именно после залития. То есть именно до становления ущерба, реально ущерб, а не того, что там было фактическим причинением. Ну, я могу ответить, да. Я заметил ваш вопрос, вашу попытку подменить понятие и тому подобное еще в предыдущем судебном заседании. Уважаемый суд, я хочу обратить внимание, что тот акт, который имеется в материалах дела, он свидетельствует ровно то, что там написано, ни больше, ни меньше. Не надо трактовать его расширенно на то, что претензий нет ко всему ущербу, ко всему ремонту всей квартиры. Там идет речь о конкретной работе. Поклейка обоев, покраска, я не помню, что там такое. Вот, все. Дальше там полторы тысячи, я так понимаю, обои может стоили, клей стоил, белил или что там, я не знаю. Это вопрос только то, что касается выполненных работ. Не имеет никакого отношения к тем претензиям, которые в совокупности есть в связи с залитием. Подписание этого акта не исключает наличие претензий ко всем остальным, ко остальному ущербу. Я как бы на это даю акцент, что не надо подменять то, что подписав вот этот акт, мы аннулировали все претензии. Такого нет и быть не может. А вы претензии какие-то? Можете подтвердить эти? Письменно видимо, что она направляла, еще что-то. Мы же подтверждаем эти претензии. Во-первых, актом, которое было составлено с участием управляющей компании, и экспертизой. То есть размер и причина-следственную связь. Я понимаю, я что говорю. И в предыдущем судебном заседании моя доверительница вообще рассказала, как эта история была. Что как они там всей семьей, там все вычеркивали вот эти вот ведрами вот это все, что там заливалось. Как бы, чтобы не затопить соседи. Хотя и ниже стоящие соседи были затоплены. Но они претензии не предъявляют на данный момент. Претензии к моей доверительнице были какие-то? Вы их можете подтвердить? Она приходила, говорила, она писала, может, что-то. Вы не знаю, может быть, вы меня невнимательно слушаете? Давайте еще раз повторю. Подождите, я к чему это говорю? Я говорю к тому, что, да, есть акт залива, да, но не все, что залито было в квартире, да, и подтверждается актом, а потом подлежит ремонт. Понимаете? Что-то высыхает, и, например, как линолеум, да, он высох и все, он не требует ремонта. Он лежит и лежит, он разгладится, так-то, после того, как в квартире тепло включили, например. Подождите, у нас здесь не указан линолеум все-таки в акте? Нет, я говорю к примеру. Тот же потолок, да, если он, допустим, покрашен, нормальная краска, или там плитка заложена нормальная, то есть он высох и все, и он не требует никакого ремонта. Обои так же самое, ковроли, например, понимаете, то есть много всего того, что было залито, ну, в момент, ну, этого самого действия, но потом, когда это все, как бы, высыхает, оно не требует ремонта. Его не надо размещать ущерб, у кого ущерб не причинено, понимаете? А он, бывший супруг, доверительница Беляева, он сделал то, что именно требовалось в тот момент, понимаете? Именно поэтому она и указала, что по объему нет претензий. Нет, подождите, у нас, давайте мы будем читать то, что конкретно написано, как у нас сказал представитель листа, заметил. Заказчик у нас в акте приемки выполненных, выполненных работ по ремонту квартиры. Указано, что заказчик не имеет претензий к качеству, срокам, объему выполненных работ. Это пункт третий. А в пункте первом у нас написано, что были выполнены работы в следующем объеме. Поклейка обоев в малой комнате, покраска потолка в малой комнате. И переданы денежные средства в размере 1500 рублей. Речь идет о квартире. Скажите, пожалуйста, если у вас, ну давайте вы пока, у нас стадия вопросов, еще какие-то вопросы имеются к представителю листа? Хорошо, присаживайтесь, пожалуйста, у представителя третьего листа к представителю листа. Мне тоже вопросов. Хорошо. Так, пожалуйста, представитель ответчика, слушаем ваши доводы, даем дополнительные. Ну вот, то, что я уже сказал, да, как бы, других-то доводов в принципе нет. Действительно, мы не отрицаем факт того, что действительно по пуске месяца прошлого года был произведен. Зали в квартире по вине моей доверительницы, только когда спорю, смысла нет. Но в сентябре моя доверительница вместе со своим бывшим мужем, приступой, обратились к истинцам. И договорились о том, что они произведут, вернее, возместят тот ущерб, сделают ремонт, который действительно в этой квартире был необходим. Вот они произвели ремонт, то есть именно квартиры, а не комнаты, как я пытаюсь трактовать, сторона. Но просто на тот момент требовался ремонт именно этой комнаты. Другого там ничего, в принципе-то, как бы, оно, может, и было залито, но оно не было повреждено. Вот о чем речь идет. И когда приступа этот ремонт сделал, она по объему, очень важно, по объему квартиры и ремонтных работ претензий не имела. По объему ремонтных работ. Скажите, пожалуйста, вот те ремонтные работы, которые были выполнены в малой комнате, может быть, именно конкретно эти виды работ имела в виду истец, которые были выполнены? И ответчик, в принципе, не оспаривает этого. А ремонтные работы в остальных помещениях, по мнению ответчика, не требовали ремонта? Они не требовали ремонта. Именно по объему, да, есть ли паркида. Скажите, пожалуйста, какие-то соглашения в письменном виде между истцом и ответчиком, в том плане, что истец не настаивает на возмещении ущерба в большем объеме, чем произведены ремонтные работы, были ли составлены в письменном виде? Нет, никаких соглашений. Вот это единственный акт, это единственное соглашение, которое они между собой достигли, и длительное время никаких претензий истец не предъявляло. Моя доверенность думала, что на этом, как бы, инцидент исчерпан, да, и вопросов больше нет. Но спустя полгода почему-то эти претензии появились. И опять, опять, опять вот именно по тем же самым... Ну эти претензии могут появляться в течение трех лет? Я понимаю, да. Понимаете, как говорится, да? Ну вот они возникли, да, именно по тем же самым работам, которые, как бы, уже... Ну, части работы. Ну, части работы, да. Хорошо. То есть правильно суд понимает, что вы оспариваете, во-первых, объем повреждений, которые требуют ремонта, и непосредственно стоимость ремонта, которая указана в экспертном заключении? Да, да. Я так понимаю, что эксперт, который делал заключение, он выходил на место. Ну, не по всему, да, осматривал. Да, и осматривал в квартире, да. Но не может ведь быть такого, что в сентябре эта работа была сделана, да, а в марте следующего года, как бы, опять эти повреждения обнаружили. Ну, мы сейчас будем обозревать эти фотографии, которые представлены. Мы посмотрим, действительно, были ли выполнены работы, имеются ли повреждения, и что там вообще у нас на фотографиях зафиксировано. Так, у суда еще вопрос. Скажите, пожалуйста, если у нас ответчик оспаривает объем повреждений и размер ущерба, были ли сделаны со стороны ответчика какие-то альтернативные расчеты, соответствующие расчетам, представленным исцом? Нет, альтернативных расчетов сделано не было, у нас нет доступа от квартиры, мы не можем. Ну, по крайней мере, какую-то рецензию не делали, да, на отчет? Хорошо. Суд разъясняет право в стране ответчика ходатайствовать о назначении судебной экспертизы, поскольку у нас, судя по всему, вину в причинении ущерба не оспаривает ответчик, а говорит только о том, что не согласна ни с объемом повреждений, ни с его стоимостью определенной непосредственно исцом. Мы сейчас будем обозревать. Ответчик-то готово вообще ходатайствовать о назначении судебной экспертизы? Ну, судя по всему, судя по тому, что вы говорите, что эксперт посчитал снова ремонтные работы малые комнаты, здесь возможно будет меньше размер ущерба-то. Ну, там надо еще определить, то есть, когда это вообще ущерба-то причиняем в той же другой комнате, например. Ну, это будет эксперт также определять? Может определить, судя по тем фотоматериалам, и если будет осматривать помещение в натуре истца? Да, этот вопрос как бы не стоит, да она может ходатайствовать о назначении экспертизы? Нет, понимаете, может, вы доказываете, вы как ответчик доказываете, естественно, у нас доказывает одни обстоятельства, ответчик доказывает другие обстоятельства. Вот в данном случае вы оспариваете и размер ущерба, и объем. Вы оспариваете тот объем или тот размер, который рассчитан ИСЦО. Так на вас лежит обязанность тогда доказать размер иного ущерба. Мы оспариваем то, что бы, да, мы оспариваем объем, то есть, мы говорим о том, что работы, в принципе, все были сделаны. Ущерб был возмещен в полном объеме, в полном объеме в сентябре. А то, что в акте зафиксированы совершенно иные повреждения, не смущает это ответчика? Так я же говорю о том, что не все, что было залито, повреждено. Ну, вот смотрите, давайте мы акт почитаем просто. Жилая комната 20 метров на стенах обоев, по периметру наблюдается отслоение бумажных обоев. Жилая комната, вот эта малая, наверное, в результате залива произошло намокание потолка по всему периметру, сопровождаемое отслоением отделочного слоя, также наблюдается отслоение бумажных обоев. На торцевых участках элементов мебели просматривается вздутие. Мебель, кстати, по-моему, не считали, да, ущерб? Кухня 8,4 квадратных метра, наблюдается желтые следы залития на потолке и отслоение штукатурного слоя. Как полагает у нас сторона ответчика, желтые следы залития могут исчезнуть с потолка и отслоение штукатурного слоя через спустя месяц? Мы уважаемый суд, какой месяц? Это вот акт, через месяц, акт был составлен, да? Дело все в том, что ее же неоднократно, наверное, заливали. Она говорила о том, что и раньше те люди, которые жили в местопедляемых, да, они тоже ее заливали. Правильно же? Это же было такие факты. Нам для снижения управляющей компании сейчас просим. Вы знаете вопрос, да? Да. Были ли раньше обращения? Нет, подождите, к управляющей компании мы потом будем задавать вопросы. Ну, то есть вы ставите под сомнение, что данное залитие, вот все вот эти повреждения, что они произошли именно в результате этого залития? Ну, они не все могли произойти, но именно в этом залитии, да. Хорошо, понятно. Так, пожалуйста, у представителей остались вопросы. Так, пожалуйста, то есть у вас все претензии в конечном итоге сводятся к оценке экспертизы. В качестве объема, в качестве расцена и тому подобное. У вас вину вы не оспариваете, у вас только... Ну, то есть я правильно понимаю, да? То есть именно вы подвергаете под сомнение именно экспертизу, но при этом вы не ходатайствуете о проведении судебной экспертизы. Ну, мы еще не вести на тебя вверху экспертизы. Ну, я вам просто задаю вопрос, чтобы понимать. У нас еще будет время решения. А, то есть вы заранее предполагаете, что судебная заседания будет отложена? Нет, я не предлагаю. Вот это просто ответьте на вопрос. То есть вы предъявляете в данный момент претензию именно к экспертизе, к эксперту, к экспертной организации. Не доверяете, да, этой экспертизе? В чем? Слушайте, вы не доверяете. Я же вам сказал, почему эксперт оценил те же самые работы, которые были выделены. Я не знаю, почему я не эксперт, то есть вы не доверяете. Да, говорит, я не то, чтобы эксперту не доверяю, понимаете, это под сомнение требования вообще ставится. Это вообще кем ущерб-то причинен? Если, допустим, те же работы в малой комнате, да, они же были выделены. О чем у вас расположены вот эти предположения? Он описывает их, он же их видит, понимаете, он видит о том, что малой комнате следы, там, штукатурки, там, все, надо менять, там, обои освоения, понимаете. Он же говорит о том, что это надо ремонтировать. То есть когда, кто, ущербная причина тогда получается этой малой комнате, понимаете, вопрос в чем? Вот вы именно в этом? Вы мне скажите, вы ставите под сомнение то, что эксперт оценил. Я просто к чему это веду, вы понимаете, у вас основаны на предположениях, а вдруг это был поток, там, я не знаю, 20-летней давности, это мы подумаем. Может, это в феврале, может быть, и в феврале, и в сентябре, и в марте, и когда угодно. Он же увидит, вот он пришел в марте, да, и увидел о том, что обои в малой комнате отслоения произошли. У вас есть подтверждение тому, что за этот период, с момента, как ваша доверительница затопила квартиру моей доверительности, происходили другие события, которые также могли бы причинить ущерб данной квартире? Вы хотите сказать, что... Так, давайте, уважаемые представители, мы не будем друг другу отвечать вопросом на вопрос. Пожалуйста, если вы не хотите отвечать, говорите тогда, не буду отвечать на вопрос, или ответьте, как можете. Новый обои, поклеенный в сентябре, да, и сделанный потолок, он опять был поврежден, да, когда исчезли. Ну, это же не обязательно, мы этого не знаем точно. У нас эксперт зафиксировал какие-то повреждения. Вы говорите, что этих повреждений не должно было быть, поскольку были уже оклеены обои. То есть, таким образом, вы оспариваете, по сути, то экспертное заключение, которое представлено, ведомость, это дефектная ведомость, которая представлена из ЦОМ. По объему, наверное, да, по объему, наверное, я, да, буду оспаривать. Потому что, как бы, эти работы уже были выполнены, и их опять почему-то надо сделать. Важно, можно я поясню, как, возможно, о чем идет речь, я далеко не вглублялся, что там написано в этом экспертном заключении. Я еще раз повторяю, эксперты могут проводить экспертизу не только по фактическому, что они видят, но и по фотографиям, которые были сделаны накануне, в момент потопа, там, через несколько дней. То есть, понятно, если, предположим, сожитель сделал римон, там, какой-то, да, там, поклеили обои, а потом пришли эксперты и обнаружили, что обои поклеены, а им люди говорят, что вот мы поклеили, но до этого и показывают фотографии. Естественно, они учитывают это. Так, ну хорошо, мы так долго можем рассуждать. В другом случае, у нас ни одна сторона не обладает строительно-техническим образованием, поэтому... Уважаемый суд, я вот вам процитирую наше заключение, да, мы его исследовали, я не знаю. Нет, мы еще не исследовали. Да, вот, вопрос номер один. Исследования проводились путем осмотра конструктивных элементов отделочных покрытий живого помещения. Какие еще вопросы? Ну, рассматриваем. Я же еще раз говорю, вопросы не ко мне, а измертут. Хорошо. Мы предоставили тот расчет и ту оценку, которую вы предоставили. Есть ваш контррасчет, представьте свой. Подобно, если вы это не спите, я же вам ответил. Вы задавали уже вопросы, представьте. Как могло так случиться, что одни и те же работы, которые обоих были поклеены, и они вновь нуждаются в покрытии? Я же вам только что пояснил. Слушайте, мне еще раз понимали. Так, стоп, не нужно одно и то же, пожалуйста, пояснять, мы все это уже выслушали. Пожалуйста, еще вопросы, иные вопросы имеются. Вопросов нету, просто меня удивляет нежелание слышать мой ответ. У каждой из сторон своя позиция, и вы ее повторяете уже несколько раз. Хорошо, пожалуйста, у представителя третьего лица вопросы к председателям имеются. Присядьтесь. Пожалуйста, представитель третьего лица, какое у вас мнение по заявному лицу? Уважаемый суд, относительно требований и предмета споры, здесь ничего, ни на чем настаивать не можем. Можем только подтвердить факт о том, что действительно 20 августа было залитие, 22 августа состоялся акт наблюдения, повреждения были отражены в акте. Истец, ну на тот момент, я так понимаю, не истец, простите, ответчик, супруг ответчицы был непосредственным участником конфликта. Когда передавали акт уже составленной истецы, со стороны ответчика присутствовал гражданский муж, он сказал, что они вопрос урегулируют, что наше участие вообще он не видит, зачем мы там, все они сделают между собой. После этого к нам никто не обращался, только вот сейчас, вот сейчас вдруг я узнала, что не договорились. Не договорились. Скажите, пожалуйста, а ранее какие-то залития вот из вышерасположенной квартиры, 9-й, ну с такими обращениями ранее обращал ассистент? Сейчас я не готова, я могу уточнить информацию по заявку с момента, когда управляющая организация приступила. А когда приступила так обслуживание? Если не с 18-й год, могу быть. А, ну с 18-й год, понятно. А когда у нас, с какого момента Ванжула собственник? Не помните? Не помню, там есть свидетельство о собственнице. Так. Ну а у нас с 2008-го года у нас, собственно, не поменялись. Если были заявки по залитию и что-то есть в журналах, то, конечно, свидетельство предоставлено. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот в этом акте о залитии, причиной залития указано гигиенический душ. Гигиенический душ. Поднимались в квартиру? Да, это тоже описано в акте. Залитие проходило через лейку. Да, через лейку. Аварийная служба сначала отключена стояки холодного и горячего достопрошения. После этого, когда получен доступ в девятую квартиру, обнаружили как раз о том, что гигиенический душ, причиной залития был. Попрошения, что моего имущества нет. Вентили в квартиру перекрыли, стояки подключили. Так, ну сможете предоставить сведения, имелись ли ранее по залитиям и в последующем? После вот этого залития 22 августа 2022 года, да? Да. И ДДС, потому что, ну, работает постоянно, если есть, то есть, если нет, то нет. У вас своя аварийная служба или МБУ, ЕДДС? ЕДДС. Хорошо, пожалуйста, вопросы представители СТАК. Нет вопроса. Пожалуйста, представители ответчика. Хорошо, присаживайтесь. Так, ну у нас представлен флеш-носитель, чтобы всем было видно, наверное, лучше всего обозревать на... Да. Там три файла, это скрины с переписки нашей, я могу на телефоне ее показать. Ну, покажите, вот, что там нужно смотреть. С переписки сами. Да, ну, я там выделил. Это переписка с ИСЦОМ, да? Да, да. Что там написано? А, ну, я просто на фотографии и подписываюсь, что это фотография, ну, в каком месте, где-то там... Вот это где, в какой комнате? Что-то здесь написано, прочитайте, я не вижу. Потолок в коридоре. Это коридор. У нас коридор вообще не был зафиксирован в акте. Да. У нас коридор не был в акте зафиксирован. Ну, то, что она не скинула, она не помнит же от этих всех вещей. Она попросила скинуть то, что ремонтировали, что не ремонтировали. Абои в зале, да. Обои в зале, в большой комнате, да, вот это отслоение у нас здесь есть. Она зафиксирована в акте на стенах, обои по периметру наблюдается отслоение бумажных обоев. Так, дальше. Это что? Так, обои в зале, да? Это тоже в зале. Ну, это показывает, что она сварение, пузырение. Посолок в туалете. Потолок в туалете. Туалет у нас не зафиксирован. Я не знаю, туалет с ванной не совмещенный, нет? Ванная написано 2,6 квадратных метров. Ну, тут ванна тоже дальше. Ванная отдельная. Ванная наблюдается следозалитие на потолке и стенах, отслоение штукатурного слоя на потолке. Стены и потолок на кухне. На кухне наблюдаются желтые следозалитие на потолке, отслоение штукатурного слоя. И на обоях наблюдаются желтые. На канале он делал последний раз, не скажете? Не скажу. Ну, это тоже из переписки все, да? Да, теперь, конечно. А сейчас можно отдельно фотографии посмотреть. Давайте фотографии посмотрим. Потому что понятно, что здесь качество, там ничего не видно. Решение. Когда фотография-то сделана? Ну, вот между нашим судебным заседанием и сегодняшим... А, ну, то есть, вот сейчас. Ну, где-то неделю назад. А, ну, так мои переписки-то можно посмотреть, да? 14 число, когда я говорю. 14 октября, да? Да. Вот, что-то в коридоре. Так, дальше. Ну, так, обоих комнат. Это что? Это в туалете. А что это в туалете? Что видно? Ну, что не видно? Ну, плитка отвалилась вот тут. Это не потолок, это стена. Вот потолок. Ну, вообще, к таким фотографиям, во-первых, пояснение, где произведена съемка, на что она произведена и когда она произведена. Потолок в туалете было пояснением переписки. Оно просто ниже, получается. Понятно, что это, скажем так, любительская съемка. Вы общаетесь по-серяму дела, так вы уж уважите суд хотя бы. Мы исходим из того, что мы предоставили расчет, экспертное заключение, если есть какие-то возражения. Тогда не братьте временное обозревание ненужных материалов. Это уже суд решит нужное. Зачем он так и вывести? Я не дрессирую. Я люблю, чтобы все было четко. Правильно, знаете, что это состояние квартиры в настоящее время? Да, да. Это фотографии, сделанные буквально в течение дня. Маленькой комнаты-то нет, да? Вот это, наверное, нет? Ну, видите? Посмотрите, пожалуйста, представитель листа. Вот это маленькая комната? Да, это где сделано ремонт, там написано, в переписке написано. Протокройте, последний файл с Кирина переписан. Хорошая патология, а вы что-нибудь напишите? Почитайте описание, вот, почитайте здесь. Давайте проще, что-то у вас еще мышки нет? У меня занят фото. Боже мой. Только одна фотография. И что там написано? Сейчас я на подокрой на телефоне будет. А дальше? Вот маленькая какая-то, вот это. Вот пишут, это маленькая комната после поклейки обоев. Естественно, здесь все красиво показывается, что вот в маленькой комнате сделан ремонт после поклейки обоев. Все остальное, вот видите, в каком состоянии. Желтые разводы и все остальное. Оно не может исчезнуть. Месяц пройдет, два, полгода. Открываем, значит, дефектную ведомость, которую эксперт составил. И считаем смену обоев, улучшенную комнату 11 квадратных метров. Я еще раз вам объясняю, что эксперт фиксирует, ущерб, понимаете? По фотографиям. А он там присутствовал, он все видел. Это вопрос, как экспертизе, как они делают. По фотографиям. Не нужно базар устраивать из судебного заседания. Судом обозрены представленные фотографии, но пояснениям стороны СССР, это состояние квартиры в настоящее время. То есть, по сути, ремонт в квартире не производился, кроме вот маленькой комнаты, да? Вопрос в чем? Там сфотографированы у вас еще обои в коридоре, но обои в коридоре у нас вообще коридор, как поврежденное помещение, не было зафиксировано в акте. Уважаемый суд, я хочу обратить внимание, что вот этот первичный акт, который составляет управляющая компания, это просто фиксация самого события. Понятно, что там не фиксируется весь ущерб, там визуальный, что написали, что заметили, что описали и тому подобное. Понятно, что конструктивно, в всех наших домах, коридор, кухня и туалет, это все вот в принципе одно маленькое пирожное. Но давайте мы будем говорить о том, что если наблюдается просто отслоение обоев без желтых пятен на потолке, это вряд ли может говорить о залитии, может быть они просто отслоились обои от времени. Смотрите, вот на данный момент представитель третьего лица говорит, что она любит все четко. Я тоже люблю все четко. Если бы я был в тот момент в том помещении, естественно было бы описано бы все комнаты, даже не поврежденные, я бы прошел и все бы зафиксировал. Но так как оформили, так оформили. Для этого и специалисты, эксперты сделали оценку именно всего ущерба, а не только то, что в акте отражено. Подождите, вы сделаете оценку ущерба от залития, а не полностью от ущерба, который когда-то мог быть причинен. Уважаемый суд, я обращаю внимание, что мы здесь рассматриваем дело о залите, только касается залития. Эксперты понимают, они могут отличить, скажем так, как погрыз мебелью собакой от залития. Ущербы разные бывают, разные следы. Хорошо, понятно. Еще раз я повторюсь, если мы ставим под сомнение экспертное заключение, заявляйте ходатайство. Тем более у нас сейчас выясняется о том, что квартира находится... Представитель лица не нужно брать на себя обязанности суда, суд предложил уже ходатайствовать стороне ответчика о назначении судебной экспертизы. Присаживайтесь, пожалуйста. Разрешается вопрос о приобщении обозренных фотографий к материалам дела. Пожалуйста, мнение представителя ответчика. Суд определил приобщить к материалам дела флэш-носитель на 1 гигабайт. Они обозревались... Пожалуйста, выключите на приобщение к всем имеющимся в деле доказательствам, что там будет дана оценка при принесении решения. Значит, еще раз суд обращает внимание, что каждая сторона должна представить доказательства в обосновании своих долларов в соответствии со статьей 56 ГБК РФ. Суд предлагает все-таки стороне ответчика либо представить альтернативный расчет какой-то, который суд мог бы принять в качестве надлежащего доказательства помимо того отчета, который у нас имеется в материалах дела. Кроме того, суд предлагает ходатайствовать о назначении судебной экспертизы по делу, тем более, что у нас помещение находится по-видимому в том же состоянии, что и в 2022 году. То есть после залития подготовить список вопросов к экспертам в случае, если сторона намерена ходатайствовать. Значит, стороне ИСЦА к следующему судебному сседанию также суд просит подготовить список вопросов, список возможных экспертных учреждений представителя третьего лица. Точно так же, если имеются какие-то вопросы отдельные либо список экспертных учреждений, суд просит также представить представителя третьего лица сведения об обращениях ранее ИСЦА о залитии из выше расположенной квартиры, иных залитиях, может быть, не связанных с повреждением и с причинением ущерба непосредственно из выше расположенной квартиры, может быть, иные были залития. Суд со своей стороны сделает запрос в ММБУ ЕДДС за период... за период... ну, какой мы берем... давайте берем, наверное, с 1 августа 2022 года по настоящее время тогда. Почему в 1 августа? У нас залитие произошло в августе, акт составлен в августе. Ну, там, понимаем, я, уважаемый, в этой квартире похоже вообще никогда не делается. За три года, наверное, уже, получается, с учетом высоковообятности и требования, которые могут предъявляться по возмещению счетной квартиры. Давайте за три года, да. Если, допустим, до этого, жильцы ее топили, допустим. Она же приобретает квартиру 20-й, насколько я понимаю. Давайте с 18-го... Кто? Ваши, естественно? Ваши ответчики? Да, с 18-го запросим. Потому что я понимаю, что вот я смотрю на те же фотографии и вижу, что там ремонт, в принципе, вообще не делается никак. За это пока не... Ну, это мы можем только предполагать. За последние пять лет, так точно. Я думаю, за последние три года нам МНБУ ЕДД сколько сможет предоставить сведения? Ну, сколько сможет тогда, в принципе, я с вами. Так, вы предлагаете с какого периода? С 18-го года. Почему именно с 18-го года? За последние пять лет. Почему именно такой период? Потому что... Так, я вот предыдула квартиру в 20-м году, и она точно знает, что до ее туда вселения у нее были инциденты с соседями. У кого? Ванчжулы? Да. Именно из этой квартиры, что с прежним, собственно. Хорошо, давайте запросим за последние пять лет. Мы знаем, что у нас там представит МНБУ ЕДДС. Так, понятно, да? То есть к следующему судебному заседанию прошу подготовить тогда данную информацию. Да, пожалуйста, кому? Я просто, ну, я не понял, экспертиза назначается или что? Нет. Суд предложил представить стороне ответчика доказательства, подтверждающие иной размер ущерба. Ну, что тут непонятно, почему суд должен повторяться. Либо ходатайство о назначении судебной экспертизы. В любом случае суд предлагает участникам процесса к следующему судебному заседанию подготовить список вопросов, ходатайствовать предлагает стороне ответчика о назначении судебной экспертизы, стороне ИСЦА подготовить возможные вопросы и список экспертных учреждений, куда такая экспертиза может быть назначена. Я просто непонятно, причина, зачем мы откладываем, что мешало это все сделать до сегодняшнего дня. До сегодняшнего дня вы намеревались заключить мировое соглашение. Кроме того, суду необходимо было выслушать мнение представителя третьего лица. Откладываем мы судебное заседание не только для того, чтобы сторона ответчика представила доказательства, а также в связи с необходимостью запроса в ММБУ или ДДС. Я просто поясню, что у меня договорные отношения с моим доверителем, у меня оплата по судам дня. Поэтому, чтобы мой доверитель услышал, как бы я специально введу аудиофиксацию, я предоставлю, что это не по моей вине откладывается судебное заседание. Я все-таки вижу, что, на мой взгляд, идет затягивание процесса. Дело все в том, что... Да, но только с чьей стороны ведется затягивание процесса. Дело все в том, что такие категории дел о возмещении ущерба, причиненных залитиям, они не решаются за одно-за-два судебных заседаний, если только стороны не достигают мирового соглашения. И в основном решение суда только после назначения судебной экспертизы. Да, можно еще вопрос? Да, пожалуйста. Представитель прессии, пожалуйста, пожалуйста. Скажите, может быть, как-то солисты проживающих компаний и тесно связаны ли именно с техническими работниками именно по жилью. Возможно ли вообще экспертным путем определить время залития? Заявка поступает на ИДДС. Заявка, да. Заявка в любом случае поступит. Все, вот это единственная отметка, которая является, ну, временем, скажем так, овари. Другой нет. То есть, если заявки были ранее, да, они, как раз, будут отражены дурнажей. Все ИДДС будут там. Если было, спарки. Да, и можно будет понять. ИДД там заливалось, что заливалось. В МБУ и ДДС там, наверное, не фиксируется конкретно, что именно залито. Просто фиксируется, что произошло в залитии и аж... Сам факт, да. Сам факт, да. Достаточно будет понять, что это квартира. Не знаю, насколько достаточно. То есть, когда там будет тушь от причинения, может быть, до этого. Скажите, пожалуйста, теперь у суда еще что-то хотели? Просто, уважаемый суд, я, извиняюсь за выражение, предполагаю так. Если кто-то говорит, да, его никто не перебивает. Не переходит на переключение, а задать вопросы другому человеку. Когда я сяду, когда я закончу свое выражать мысль, задавать вопросы, пояснять, делать возражения, тогда, я полагаю, можно переходить к другой процедуре. Я, уважаемый суд, продолжу все-таки. Я все-таки хочу понять, в связи с чем мы откладываем судебное заседание и все-таки дать свою оценку тем действиям, которые вы сейчас предполагаете делать. В частности, вы говорите... Суд уже вам разъяснил, в связи с чем мы откладываем судебное заседание. Я понимаю, поэтому я хочу высказать свое мнение под протокол, если потребуется сделать возражение. Я просто поясняю, что, уважаемый суд, я все-таки скажу из того, что, конечно, можно и за 10 лет запросить, какие были там события в этой квартире. Какое это имеет отношение? Даже если, теоретически, предположим, мы сейчас найдем информацию о том, что эта квартира неоднократно затапливалась какими-то соседями. Возможно, те же самыми. Вопрос же не в этом. Вопрос в том, что на данный момент причинен ущерб, и нужно именно здесь оценивать, какими действиями и когда это было причинено. Понимаете? А это значит, что эксперты только могут дать надлежащую оценку. А не наше предположение, что 10 лет назад было затопление, а значит, 10 лет люди жили, скажем так, в таких условиях, и вот сейчас решили выставить под шумок, так сказать, под другим залитие. Вы деньги отрабатываете, я вообще понять не могу. Вы уж простите. Уважаемый суд, сделайте замечание. Зачем мне это перебивать? Суд просит не выкрикивать с места, тем более, что суд не давал разрешения выступления. Все у вас? Можно я все-таки закончу мысль? Пожалуйста, вы вроде как остановились, а дальше получается, что вы не остановились. Я очень критически отношусь к тому, когда меня перебивают. Мне легко сбить с мыслью. Поэтому я все-таки хочу закончить, что специалист должен сказать, правильно сейчас представитель ответчика подметил, что время причинения ущерба, это может определить только специалист. Понимаете? У нас даже можно определить почерком, ну, в смысле, когда была произведена запись. До месяца, до дня даже, понимаете? Если специалист придет и увидит, что там пятна, условно говоря, 10-летней давности, он не будет брать этого внимания. То есть, естественно, перед экспертом могут быть поставлены вопросы, когда был причинен ущерб. В августе 22-го года? Либо это другое время. Он может на это ответить. Поэтому я считаю, что здесь вопрос стоит только об оценке, а не запрашивании тех периодов, которые были до этого. Я так понимаю, что, предположительно, есть какая-то информация у представителя ответчика из беседы со своего доверителем, что были там какие-то конфликты, возможно, там какие-то были разборки. Но это не имеет никакого отношения. Но у нас и оскучил это представитель ответчика. Так это не имеет никакого отношения. Поэтому я прошу обратить внимание, что все-таки, если мы будем оценивать какие-то там действия в этой квартире, мы должны привлекать специалистов, а не на предположение встроить то, что там могло быть. Хорошо, присаживайтесь, пожалуйста. Суд обращает внимание, что председательствующий руководит процессом, и именно председательствующий в судебном седании определяет, какие обстоятельства имеют значение для разрешения настоящего дела всем тем доказательствам, которые будут собраны судом или представлены сторонами. Судом будет дана оценка при вынесении решения, результаты, которые будут отражены в решении суда. Уважаемый суд, я ни в коем образом не подвергаю, скажем так, вашей полномочии и ваши все действия. Я имею также право давать свои объяснения. Вы разъяснили наши права и обязанности. Мы имеем право давать объяснения, делать возражения. Поэтому я просто, если мы рассматриваем какой-то вопрос, даю свое видение. Все, это не означает, что я там подвергаю сомнению ваши действия. Я просто высказываю свое мнение. Прошу просто его принять как таковое, что оно есть. Оно зафиксировано в аудиокуре. Вот только этого. Пожалуйста, все у вас? Да. Хорошо, суд считает необходимо отложить судебное разбирательство, но ненадолго. До 9 ноября. До 9 ноября в 16 часов 20 минут. Вызок сторон повторить. Судебное председание является закрытым. Распишитесь, пожалуйста. Подпись въеденца. Хорошо. Спасибо. Спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok